Итак, друзья, мы с вами подготовили текст, теперь нам нужно добавить баннер. Для этого вы сейчас заходите в ваш партнерский аккаунт сервиса Smart Responder и переходите вот сюда, вот в эту вкладку «Рекламные материалы». Помните, мы уже здесь с вами были на курсом занятии. В этот раз вы выбираете вот этот горизонтальный баннер номер 3, открываете его в новой вкладке. Вот так он будет выглядеть. Давайте спустимся ниже. Нам нужен вот этот вот HTML-код. Выделяете его с самого начала. Теперь спускаетесь в самый-самый конец. Отмечаете весь код от начала и до конца и копируете его. Теперь возвращаетесь на ваш блог и переходите вот сюда, во вкладочку «HTML». Здесь вы находите конец вашей статьи. Давайте посмотрим, где последнее предложение. Вот последнее слово «точка». И вот здесь между точкой и первым значком тега вы ставите курсор, кликаете левой кнопкой мышки и нажимаете Enter 3 раза. Поднимаетесь на одну строчку наверх. Друзья, ни в коем случае не забывайте делать пробел между баннерами и текстом, чтобы они не стояли вплотную. И теперь вставляете скопированный код. Теперь еще раз нажимаете Enter, еще раз и ставите единичку. Возвращаетесь во вкладку «Создать». Давайте посмотрим, что у нас получилось. Баннер стал так, как и полагается. Не вкладываю к тексту. И вот у нас есть наша дежурная единичка. Итак, с партнерской программой Smart Responder мы с вами закончили. Теперь нам нужно добавить материалы по партнерке Евгения Попова. Сейчас вы снова идете на блог вашего модератора. Переходите вот сюда на страничку «Заработать на блоге». Спускаетесь ниже и копируете вот эту часть статьи, которая касается курсов Евгения Попова. Копируете ее от начала и до конца, до баннера. Выделяете и копируете. Вставляете текст в блокнот. Так как вы помните, друзья, что в самом начале нашей страницы мы уже указали, кто является автором данной статьи, то сейчас нам это прописывать уже не нужно. Поэтому вы просто выделяете эту статью вот здесь в блокноте, копируете, возвращаетесь на ваш блог, стираете вот эту единичку и вставляете скопированный текст. Теперь, друзья, зайдите еще раз на блог вашего модератора. Внимательно посмотрите, как оформлена статья, какие именно выделения использованы. И точно так же оформите статью на вашем блоге. Итак, друзья, вы закончили форматировать статью. Теперь нам нужно добавить ссылку. Вы обратили внимание, что вот здесь во втором абзаце есть предложение. Описание этого курса вы можете прочитать в разделе этого блока «Выгодные инвестиции». И вот эти слова «Выгодные инвестиции» – это же название вашей страницы, и их мы должны сделать ссылкой. Поэтому сейчас вы открываете в отдельной вкладке «Ваш блог», переходите вот сюда на вашу страничку «Выгодные инвестиции», копируете адрес этой страницы, возвращаетесь в самую первую вкладку, где вы только работаете над страницей, выделяете вот эти слова «Выгодные инвестиции» и делаете их ссылкой. Нажимаете сюда на слово «Ссылка», в это окошко вставляете скопированную ссылку, обязательно проверяете наличие галочки вот в этой опции «Открывать ссылку в новом окне». Теперь нажимаете «Ок». Теперь последний штрих, что нам осталось сделать, обязательно выделите весь текст и выровняйте его по ширине. Теперь работу с текстом мы с вами закончили. Теперь нам нужно добавить изображение. Снова идете на блок вашего модератора. Сейчас вам нужно сохранить вот эту картинку на вашем компьютере. Кликаете на картинке правой кнопкой мышки. В открывшемся меню выбираете «Сохранить изображение как». Кликаете левой кнопкой мышки. Выбираете папку, в которой вы хотите сохранить это изображение. Нажимаете «Сохранить». Возвращаетесь на ваш блок. Давайте сделаем отступ, чтобы картинка не стала вплотную к тексту. И теперь нажимаете вот сюда на эту иконку «Добавить изображение». Нажимаете «Выбрать файлы». Выбираете, где именно находится нужная вам картинка. Вот она. Отмечаете ее левой кнопкой мышки. Нажимаете «Открыть». Итак, изображение загрузилось. Кликните на него левой кнопкой мышки, чтобы у вас появилась вот эта синяя рамочка. Теперь нажимаете «Добавить выбранное изображение». Итак, вот картинка у нас добавилась. Кликните на нее левой кнопкой мышки. Давайте увеличим размер, чтобы она была покрупнее. Все, больше мы ничего с вами делать не будем. Оставим эту картинку прямо здесь, по центру. Теперь, друзья, сейчас это просто картинка, просто изображение. А нам нужно, чтобы ваши читатели, кликнув по этой картинке, переходили на страницу регистрации в партнерской программе Евгения Попова. Поэтому сейчас вы переходите во вкладку, где открыт ваш аккаунт в партнерской программе Евгения Попова. Переходите вот сюда, в этот пункт «Партнерские ссылки». Спускаетесь в самый-самый низ страницы. Ну, почти в самый низ. Вот сюда, видите, где заканчивается таблица. И вам нужна вот эта самая первая ссылка, партнерская ссылка для привлечения партнеров второго уровня. Вы копируете эту ссылку. Убедитесь, что вы скопировали ее от начала и до конца, чтобы ничего не пропустили. Возвращаетесь на ваш блог и делаете картинку ссылкой. Кликайте на нее левой кнопкой мышки. Нажимаете на слово «Ссылка». Вы видите, курсор у нас встал после изображения. Поэтому еще раз кликайте левой кнопкой мышки на картинку. Снова нажимаете на слово «Ссылка» и теперь вставляете скопированную ссылку. Проверяете, что у нас есть галочка. Нажимаете «Ок». Все, работу над статьей мы закончили. Последний штрих. Обязательно зайдите вот сюда, в опцию «Параметры». Убедитесь, что у вас отмечено «Разрешить комментарии читателей». И теперь нажимаете вот на эту кнопочку «Публикация». Как видите, у нас добавилась новая страничка. Не забудьте нажать на «Сохранить расположение». И давайте посмотрим, как это выглядит на нашем блоге. Нажимаете «Просмотреть блог». Итак, вот у нас добавилась еще одна страничка «Заработать на блоге». Обязательно зайдите на эту страницу и проверьте, что все у вас здесь в порядке. Обязательно пройдите по каждой ссылке. Убедитесь, что ссылки открываются в новой вкладке и ведут именно на ту страницу, на которую вы указывали. Давайте посмотрим вторую ссылку. Итак, она тоже открылась в новой вкладке и ведет на нужную нам страницу. И точно так же, друзья, пройдитесь по всем ссылкам, которые присутствуют в этой статье. И обязательно проверьте работу баннеров. Также кликните на каждый баннер. Убедитесь, что ссылка открывается в новой вкладке и переходит на нужную вам страницу. Точно так же и здесь. Итак, мы убедились, что все у нас работает правильно. Друзья, никогда не забывайте проверять. Все мы люди, все могут допускать какие-то ошибки. Желательно, чтобы этих ошибок было как можно меньше. Вот и все, о чем я хотела вам рассказать. До встречи на следующих занятиях. С вами была Юлия Мельцер. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...